Сегодня на нашем тесте пара аутентичных, или как принято говорить, профессиональных внедорожника УАЗ Хантер с дизелем Заволжского моторного завода и Лендровер Дефендер с мотором Форд. Ну, как вы успели убедиться, маневрность этих автомобилей примерно одинаковая, а сейчас мы проверим то, для чего они были созданы, как они ездят по плохим дорогам. В качестве испытательного трека нами была выбрана вот эта вот имитация булыжной мостовой. Она достаточно неровная, чтобы получить информацию о том, на какой скорости будет максимальная скорость, и будет комфортно, не теряя управляемость, ехать на УАЗе и на Дефендере по этим булыжникам. Первый на испытательный трек отправляется УАЗ Хантер. Я думаю, что здесь стоит пристегнуться, независимо от того, какую скорость мы разовьем, с управляемостью дела могут обстоять не лучшим образом. Хантер с первых метров наполняет салон таким грохотом, что приходится буквально кричать, но все равно штурман может не услышать половину того, что вы будете ему говорить. До 30 км в час никаких претензий, кроме вот этого шума, у меня к УАЗу нет. А вот после 40 появляются первые заметные попытки покинуть траекторию. Начинает проявляться чувство, что подвеска уже не справляется, и колеса повисают в воздухе, чтобы с грохотом опуститься на мостовую и снова взмыть вверх, усугубляя потерю курсовой устойчивости. Ближе к 60 ехать становится совсем сложно, и разгоняться дальше нет никакого желания. Хантер приходится буквально ловить. Вообще же нам в УАЗике ездить по плохой дороге на удивление комфортно, разве что подбрасывать. Ну, не даром их прозвали козел. В УАЗе водитель следит чуть дальше центра тяжести автомобиля, и потом получает такие заметные пинки снизу. Его не просто раскачивают, как, скажем, в лендровере. Остеохондроз прошел, заболела голова. Испытание не только для машины, но и для водителя. УАЗик начинает плыть примерно 45 км в час, после этого тенденция усиливается. Посмотрим, как поведет себя Дефендер. Чувствуется, что у Дефендера подвеска пожёстче, и колёс пожёстче. Ну вот, уже с 50, похоже, что он ещё в порядке. Вот 60 поплыл. Не всё время, как в УАЗе, а где-то на добрых неровностях его чуть-чуть стало подтаскивать из стороны в сторону. Вытормозить на Дефендере, если не так страшно, что-таки здесь есть КПС. Попробуем. Тоже не сахар. Но, по крайней мере, предсказуемо. Да, Дефендер намного жёстче. Протом, жёстче он прямо вот с первых секунд движения, даже на маленькой скорости. Если мягкие колёса УАЗика проглатывают, мелкие неровности, то здесь передаётся всё на кузов и на водителя. Правда, он немножко лучше держит курс, и где-то до 60 он ещё не пытается куда-то идти в сторону. А потом уже становится опасно ехать элементарно из-за того, что можно потерять автомобиль. И, пожалуй, что на этой вот ноте мы закончим асфальтовую часть нашего теста. Поскольку дрэк-рейсинг с этими машинами мы и не планировали делать, а с управляемостью вроде и так всё понятно. Так что поедем-ка мы на них на бездорожье. И снова здравствуйте. Пока мы перебирались с нашего асфальтового полигона на внедорожный, пошёл дождь. И посмотрите то, о чём я говорил вчера. УАЗик запотевший весь. Открывать окна, включать печку бесполезно. Приходится ездить с тряпочкой. Тряпочка – основной аксессуар владельца УАЗа. И ещё одна неприятная тонкость, о которой не знают люди, впервые купившие этот автомобиль. Из-за изгиба вот этого водостока здесь скапливается вода. И когда мы пытаемся сесть в автомобиль, наступаем на порожек. И вода из этого водостока льётся вам за шиворот. Поэтому прежде чем сесть во время дождя в УАЗик, сделайте вот так вот. Такая же проблема существует у лендровера. Я имею в виду, что он тоже запотевает. Правда, у него есть очень полезная опция – обогрев лобового стекла и кондиционер, который здорово сушит воздух. И если температура не около нуля, с чем не справляется даже кондиционер, в лендровере всё в порядке. Но нас сейчас больше интересуют внедорожные свойства автомобилей. Как говорят джиперы, половина успеха на бездорожье – это правильные шины. А у нас здесь конфуз. На УАЗе штатная резина «Быстрица» размером 225-75R16 с рисунком, который даже не АТ, универсальный, ближе к асфальту, а на лендровере. Классический грязевой, так называемый военный Мишлен, шириной 7,5 дюймов, но высотой почти 32 дюйма против 29 у Хантера. Каждая из этих шин хороша в своём ареале обитания. Вот такая узкая грязевая резина отлично работает, скажем, в лесу, на дорогах, где глина, но есть твёрдое основание. А резина с мелким рисунком протектора хороша в песке. И вот, казалось бы, лендровер с грязевой резиной имеет преимущество проходимости. Но именно поэтому мы и приехали в песчаный карьер, чтобы уравнять их шансы и посмотреть, какова будет абсолютная, что называется, проходимость этих внедорожников. По параметрам геометрической проходимости Defender, конечно же, опережает УАЗ. Угол въезда у него почти 50 градусов, угол продольной проходимости 150, угол съезда 35. Самой нижней точкой Defender является корпус дифференциала переднего моста. Заднее, кажется, нужно качать чуть-чуть больше, поэтому задний дифференциал буквально на пару миллиметров выше. А в базе самой нижней точкой является рама, в отличие от УАЗика, где самой нижней точкой являются бензобаки. Еще одним слабым местом Defender является поперечная рулевая тяга, которая проходит позади моста и ниже его. То есть, скажем, любой пенек, который вы миновали балкой моста, может упереться в рулевую тягу и погнуть ее. Воздухозаборник двигателя расположен довольно высоко, но нужно помнить, что глубина брода для Defender ограничена 500 миллиметров. Это приблизительно верхняя кромка диска колеса. Такая же глубина брода и у УАЗа, которая также определяется примерно верхней кромкой диска колеса. У Хантера главная проблема на бездорожье вот этот вот бампер, погнуть который или даже оторвать на бездорожье, раз плюнуть. Дорожный просвет из-за меньших колес 210 миллиметров. У Defender, напомню, 240 под картером моста и 320 под балкой. Зато под УАЗиком ничего не висит, разве что рулевая тяга впереди перед мостом, но нужно быть аккуратным. Ее хоть и можно погнуть, но она все-таки толще, чем такая же у Defender. Неприятности на бездорожье могут доставить и топливные баки, которых, как мы знаем, два, а висят они ниже рамы. Поэтому для серьезного оффроуда УАЗик желательно немножко подлифтовать, хотя бы сделать лифт кузова. В принципе, в колесные арки помещаются шины диаметром 32 дюйма, но с трудом и при артикуляции заднего моста могут задевать за элементы кузова. Задний бампер на бездорожье не мешает, он довольно компактный, висит высоко. И, кстати, брызговики тоже не отрываются. Об остальных особенностях мы поговорим уже за рулем, а сейчас отправляемся на наши внедорожные подвиги и начнем с вывешивания. После того, как на Hunter стали ставить впереди пружинную подвеску, а сзади малолистовые рессоры, артикуляция мостов значительно ухудшилась. Ну а Defender, как видите, по-прежнему лидер в этом показателе. Лучше него, пожалуй, только старые рейндж-роверы и дискаверы, у которых вовсе не было стабилизаторов поперечной устойчивости. Кроме того, УАЗ забрался в эту горку с приличного разгона, да и то ему не удалось добиться полного вывешивания колеса, как у ленд-ровера. А Defender заехал, ну, фактически на холостых. И вот почему. Мы продолжим забираться на этот холм. Причем на холостых оборотах. Обратите внимание на переднее левое колесо. Оно нагружено и, в принципе, вращаться не должно. Однако оно вращается. И виновата в этом противобуксовочная система, которая перераспределяет момент между колесами, загружая тягой те, которые стоят на твердом, ну, или в данном случае просто на покрытии. Попытка провернуть подобную операцию на Хантере заведомо обречена на неудачу. Единственный вариант – это откатиться назад и дать газу, что, в принципе, чревато посадкой на те же самые баки, о которых я говорил. Лечится подобная болезнь принудительной установкой блокировок межколесных дифференциалов. Благо, они стоят не очень дорого. И в производстве их сейчас просто тьма. Следующим номером нашей программы будет подъем. Песчаный подъем. Он не очень крутой, но с поворотом. Поэтому просто ходом пройти его будет сложно. Что УАЗ и демонстрирует, заглохнув на второй пониженной передаче, где-то на середине подъема. Откатываемся назад. И пробуем внизу дать газку. Взяли с приличным газом. С жутким грохотом. Но взяли. А сейчас попробуем то же самое сделать на Дефендере. Который, вполне возможно, потребует от нас ни одной попытки. У Дефендера есть преимущество. Противобуксовочная система. Кроме того, понижающая передача у него 3 к 1. Это означает, прежде всего, более широкий диапазон выбора передач. Сначала попытаемся сделать так же, как на Хантере. И начнем подъем на первой передаче. Машина начинает закапываться, вторая. И она роет прямо на самом старте. Грязевая узкая резина отлично копает в песке. Вторая. Небольшой разгончик. И мы поднимаемся, но почти до середины подъема. И опять начинаем успешно копать. К сожалению, узкая резина, встречая сопротивление песка, а песок мокрый сопротивляется очень сильно, моментально закапывает Defender. А что, если стартовать с третьей передачи? Это примерно будет, как первая прямая. И скорость набираем. Скорость уже туреичная. Газа. Ну, в общем, мы забрались. Так же, как и на ОАЗе. Победителей в этом конкурсе нет. Следующим испытанием стали спуски. Сперва короткий, но довольно крутой и скользкий. А после затяжной, но песчаный и довольно пологий. Никаких систем, помогающих спуску, у наших испытуемых нет и по мини. Полагаться можно только на тормозящий эффект двигателя, помноженный на понижающий передачу. ОАЗ с понижайкой 2 к 1 имеет меньшей степени свободы в выборе подходящей передачи, что частично компенсируется большим числом первой передачи трансмиссии. Хуже то, что АБС у него нет, и экстренное торможение может плохо закончиться. Но в нашем случае проблем не возникло. Песок сам тормозит отменно. Дефендер находится в более выигрышном положении из-за большего числа вариантов при выборе передачи и наличия БС. К тому же расположение педального узла упрощает контроль автомобиля на спусках, когда ноги полезно держать у педали, тормоза и акселератора, чтобы избежать блокировки колес или потери тормозящего эффекта двигателя в ситуации диагонального вывешивания. Наши герои создавались вот для таких мест, как эта лесная или полевая дорога. Езда по танковой колее глубиной в 40 см и десантирование без парашюта по большей части мифы. Оба автомобиля прежде всего служебные машины, где комфорт и лоск принесены в жертву выносливости и простоте обслуживания. Остается вопрос качества безопасности, но, как видно, оба производителя считают, что это не так уж и важно. Итак, наш тест не выявил явного лидера ни на дороге, ни на бездорожье, и мы могли бы поставить знак равенства между этими внедорожниками, если бы не один нюанс. Разница в цене. Дизельный Хантер стоит 409 тысяч. Лендровер Дефендер 90 стоит миллион четыреста восемьдесят тысяч. И вот на эту разницу в цене Хантер можно навернуть так, что, ну, летать не сможет, но позать будет, просто залюбуешься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok